сегодня будем красить серебром сейчас подготовим детали к подготовке очень внимательно не бегите впереди паровоза что-то не получается сразу зовете меня то есть подготовим деталь потом будем красить серебром одна из самых сложных красок не у всех получается покрасить нормально то есть это первая проблема яблочность до второе вторая проблема что зерно лежит кучей насыпом то есть об этом я уже много раз показывал то есть секретов никаких нету на самом деле и ничего сложного в покраске серебром нету вообще то есть вы покрасьте с первого раза и у вас все будет красиво единственный секрет покраски серебром это правильно выбранный разбавитель то есть мы будем красить нашему нбш ну то есть это на сегодняшний день не больше всех устраивает есть небольшие тонкости то есть любой металлик да мы не красим мокрым слоем есть два варианта покраски металлика то есть ну первый слой у нас всегда на пыльный это в любом случае любого материала и чтобы не растягивать эту покраску там допустим надолго да не делать это перепыльных слоев там 150 штук вы можете первый слой нанесли на пыльный второй слой можете положить мокрый ну чтобы риску забить да да и третий слой вы можете ну первые мы не считаем на пыльный второй слой вы тоже ложите мокрый после чего паузу даем но если мокрыми вы уже ложите слоями хорошими паузу даете не 10 минут а 15 все далее всему испариться дали ли улечься зерну и уже смотрим когда у вас замотовалась поверхность смотрим нету ли на детали рисок да от работы машинкой заполнила ли краска вашу машину потому что в зависимости от того насколько вы развели базу да я крашу примерно 14 15 секунд базу слышишь музыку мне я дарю ее тебе это мой знак призыв отчаянный мой смелей шаг за шагом следуй за мной я мелодия любви я огонь в твоей крови я пламя и лед я космос и пустота я это не шесть я мелодия кто-то красит 17 18 то есть это гуще и густой краской у них больше заливается это риска да там с первого слоя ее не видно но здесь есть такой вариант я замечал это лично мои наблюдения то есть я не утверждаю что это действительно так что когда гуще краской красишь ну она во-первых расходится не так хорошо да во вторых она вроде бы как у вас заливает рисочки у вас вроде бы все хорошо но через время эти риски проявляются то есть и их видно то есть когда мы красим более жидкой краской но не совсем водой там 13-14 секунд до нам требуется на один слой больше покрасить то есть чтобы заполнить да но риска заполняется лучше лучше и просадочек потом не видно в чем еще прикол вообще металликов да и вообще любой покраски то есть красите вы все слои делаете там и со слой перепыльный 10 минут да и со мукрые 15 минут и после того как вы произвели полную окраску все у вас устраивает все мы покрасили все четко перед лаком мы делаем паузу 25-30 минут для чего для того чтобы у вас точно вышел весь растворитель из краски да для того чтобы краска немножко окрепла и при нанесении лака у вас не раздвинулось зерно опять же где-то ну всякое бывает где-то косякнули где-то не уследили там потек лак допустим да и если у вас межслойная пауза между базой лаком была короткая то лак может потянуть зерна базы то есть это будет видно да такой потек вы уже не сполируете это потек будет вместе с краской если просто лак там потек ну можно будет убрать убрать опять же потеки тоже да любой потек можно убрать но надо понимать то есть не все машины вы красите в зеркало и в глянец да и свое зеркало в глянец красите то ну потек убрать без проблем если у вас на машине надо оставить шагрень то убирая потек что будет лысина да лысина называется да одно место будет где был потек лысая глянцевая то есть ну здесь тоже как бы если уже сделал здесь просто можно потом замотоваться и ну на это место шагром накидать но это уже перекрас да это не просто полировка то есть на эти вещи нужно обратить внимание все сейчас пьем кофе и идем подготавливать детали тоже вопрос такой возник какую краску густую брать как разбавлять то есть это мы все сегодня разбавим но я всегда беру я уже сказал густую краску растворитель я беру отдельно до его приходится оплачивать вам просто густой краски не даст но тем растворителем что мне дают на подборе я этого сливаю мою пульверизаторы окраска я беру quickline то есть и родной разбавитель то есть но имя мою краска пульта там шпателя разбавляю живой нбш на почему так может быть ну консистенцию то есть вы по вискозомеру можете померить да а если деятелей на подборе там хватает и они вам r12 разбавят либо каким-то ну не совсем качественным даже вот огру меня на quickline были проблемы я его убрал поэтому я разбавляю только тем разбавителем за который ручаюсь которым надежно вот здесь вы будете им красить проблем у вас не будет но прикол еще не в том также на подборе то есть они же тоже хотят чем-то зарабатывать да и у них есть прикол то есть вот металлики допустим они замешиваются на биндере да если так образно там вот по ценам определиться биндер допустим стоит 10 рублей да краска стоит 20 рублей ну общая масса что они делают они вот вы заказали вот 300 грамм краски да они не только из краски вам подбирают ну это не все это не ко всем говорю подборщикам но есть такие мошенники то есть кушать всем хочется правильно то есть биндер что это такое бесцветная база он густой то есть если вы им разбавите краску он густоты не потеряет она у вас будет прям густая густая краска это не как вы растворителем разбавили то есть ну чтобы понимали краской то есть вот биндер и сам концентрат красителя да и как они делают вам вам нужно 500 грамм краски до густой все они добавляют там допустим 250 грамм краски разбавили цвет намешали и добавляют туда 250 биндера да то есть у вас вышло там не 100 рублей да ну вы платите по 100 рублей 500 рублей выплатить вот сколько до за 500 грамм 500 рублей а по идее то есть у него на 50 рублей краски там да и на там 25 биндера то есть и того 75 то есть 25 он положил себе в карман вот там другие суммы то есть он на этом заработал кроме на том что он заработал на краске еще и в карман он положил мимо хозяина да то есть он заработал краску биндер не изменит цвет густоту он не изменит он изменит ее укрываемость то есть если вы раньше вот такой вот там синий красили допустим да и у вас со второго слоя вы все покрасили а тут в эту же машину красите в другой раз пять слоев сделали она светится 6 слоев сделали она светится и на седьмой слой только вы укрыли то есть укрывистость у вас теряется очень сильно ну в зависимости насколько разбодяжен то есть здесь ну вы уже начнете определять ну во первых если вы с одним подборщиком работаете вряд ли он вас будет накалывать да у какого-то незнакомого вы можете так попасть и здесь вы уже будете ну знать то есть вы будете видеть цвет какие цвета плохо укрывают все что вы видите в радуге чистые цвета да с какими-то примесями уже цвета там в черный уходят там ну в темный они уже хорошо кроют и вы когда несколько раз покрасить и несколько машин вы будете знать примерно с какого слоя у вас вот этот цвет должен укрывать то есть накололи вас или не накололи то есть вот эти моменты тоже надо учитывать как бы нанесли проявочный слой до чтобы нам было ну удобно убрать все эти не изъяны и чтобы мы их все видели будете сейчас выравнивать грунт вот такие вот движения не делаем то есть взяли кусочек какой-то за основу да все и от него потихонечку идем отработали одну плоскость переходим на другую здесь у нас абразив очень мелкий да поэтому чтобы вот этой отработанной мукой не расцарапать поверхность постоянно контролируем и протираем ее подержи машинку поработали неважно забилась она у вас не забилась протерли скотч брайтом у вас чистенькие смотри здесь чтобы не напилить да вот как ты вчера напилил вот так же потихонечку заходим я не захожу на само ребро сначала около ребра вытер и потом потихонечку подхожу к ребру вот такими движениями то есть я уже вижу по рисунку да как у меня должен быть кантик вот и обратите внимание как легко трется грунт да вчера вроде покрасили вечером вот видишь у меня уже кантик он примерно есть ну я вижу где его рисунок опять же здесь вчера было много пропилов вот они они помните да где-то ямы нарыл то есть мы сделали два слоя грунта он у нас даже не сильно толстый он заполнил и нам сейчас остается только спилить убрать лишний слой а то что останется в этой ямке и как бы заполнить то есть возможно что мы нам даже без шпатлевки грунтом все это выравнивается то есть мы не теряли время на шпатлевание да то есть она ушла и здесь вот у нас до было нарыто вот видите да они прям глубокие большие поменьше сделаем обороты да практически ушло ну здесь вот вам неудобно будет тереть здесь руками вытрите я тебе сейчас тут потек уберу твой это уже потом когда привыкните к машинке все здесь как бы у нас выровнялось мы еще потом пятисоточкой пройдем вот эту полосочку оставляем не надо ее убирать полностью это будет ваш ориентир эту полосочку мы уберем уже когда будем работать пятисоткой все вот так взял видишь я потихоньку захожу и здесь уже идем то есть здесь как мы идем смотрите не вот так вот заезжаем видишь у тебя получается здесь дырка то есть у тебя трет здесь и здесь да то есть ты здесь нароешь машинка у нас вот как стояла относительная плоскости этой так и идет то есть вот я захожу здесь видишь у меня поднимается то есть она всегда параллельно этой части вот я захожу понял нечего первый раз где-то накосячить и ничего страшного постоянно протираем где-то до металла дотретесь не пугайтесь ничего страшного мы потом эпоксидничком это дело перекроем здесь вот обороты снижаем до более низкие делаем ну чтобы вам не испортить поверхность и аккуратненько проходим все видите как ровненько вытерлась смотришь вот видишь у тебя идет ровно-ровно и сюда как бы ушло иначе я тут не допилил чуть-чуть в эту сторону все и он у меня уже уходит сюда на пробуй не я вот так держу а вот это и рулю кажется ты правша вот и потихоньку приподнимаюсь все вижу я уже дошел хватит да чувствуешь как машинка стоит как жад подымается у машинки все пробуй иди сюда я просто чтоб ты почувствовал как машинка стоит вот этой мы кнопку регулируем да чувствуешь зад машинки вот я не жми вот я сначала сюда и потом потиху заезжаю зад видишь отрываешь все доехал не доезжай до самого края потом уже более ювелирно раз два не я тебе пока вот этой кнопку жми вот этой держи машинку вот смотри потиху видишь я туда не уезжаю машинка как бы я немножко приподнимаю да и потом потиху пошел здесь проехал чтобы не напилить и потиху доходишь до ребрышка но не до конца а здесь уже более ювелирно его подравниваешь у тебя большие обороты слишком вот так вот все пробуйте ну чуть-чуть угол вот так вот так прошел уперся все теперь немножко выше но до края не идешь а у края уже ювелирненько сравниваешь границу не стирайте потом мягким все а завтра будем переход делать и мы можем с другой банки взять краску она та же партия но тут лучше вымешано тут хуже мы с другой банки возьмем и у нас получится что мы не сможем сделать переход потому что у нас та краска которой мы делаем переход она уже не такая как сама в принципе поэтому мы все сразу смешиваем чтоб у нас и на покраску хватило и завтра на переход хватило все что самый важный ответственный секрет то есть это правильный разбавитель по разбавлению да смотрите я даже не смотрю ну сколько мне тут надо я две банки сюда вылил значит две мне и надо разбавителя тридцать десять будем использовать вот давайте еще вам покажу прикол чтобы вы понимали это что ну у меня нету ни 646 ни R12 да на них было бы более понятно у нас даже в ОНБ даже промывочный растворитель он гораздо лучше чем R12 или 46 вот смотрите я выливаю сюда посмотрите на зерно как оно себя ведет видите оно кипит бурлит видишь вот то же самое у тебя происходит на твоей детали вот ты видишь то же самое у тебя на твоей детали и ждать что у тебя разложится красиво зерно но это вот мы сейчас сольем сюда потому что там это не особо видно вот смотрите на поверхность видите у нас все зернышко ровненько лежит оно спокойное нету никаких бурлений вот так оно у вас ровненько разлежется и на самой детали так вот смотрите здесь есть полосочка да ну вот бортик сейчас мы до него вот это 100 миллилитров отверстие здесь 4 миллилитра есть у кого-то секундомер то есть стаканчик стандартный вискозамер называется стаканчик форда еще также можете увидеть ДИН 4 да 18-19 секунд что такое ДИН 4 это диаметр вот этого отверстия то есть 100 грамм это стандартно есть и ватовские такие красивые стаканчики да но там 50 грамм стаканчик и ДИН отверстие 3 и 5 то есть вам придется считать по таблице потому что дается в основном к этому стаканчику 1 2 3 все засекаем и смотрим за какое время у нас вытечет здесь где-то будет 15 секунд ну это на глаз смотрю стоп 14.95 видите то есть я вам на глаз сказал и вы тоже какое-то время поработаете и будете уже на глаз определять какая у вас густота то есть я вам определил до 0,05 промывочный в перчатках я вот не любитель работать я одеваю их только когда вот куда-то надо влезть конкретно все и стаканчиком я вот вам больше говорю ну точно говорю вы померяйте ну максимум 5 раз ну если вы адекватный человек то есть вы уже будете понимать какая густота вам нужна для меня это немножко густовато я бы еще разбавил но тут некуда на стаканчиках есть сеточка уже сразу заморачиваться с фильтрованием вам не надо я да забыл а у нас еще видишь они даже сами стаканчики к этой колбе не подходят то есть мы можем вот здесь на колодце уже я видел что у нас есть протиры и забыл уже с пистолетом подошел то есть сейчас протиры нам нужно по-любому перекрыть эпоксидным грунтом если мы их не закроем все это у нас будет ну во-первых видно во-вторых это будет ржавеет толстый слой нам там не нужен то есть многие экономят да там развели 100 грамм эпоксидника там 50 эти протирчики подбомбили чуть-чуть и все не надо тут жалеть нормально перекрыл можно даже всю деталь перекрыть вот чтобы не был слишком густой я развожу разбавителем для цинка он также подходит для эпоксидного грунта в принципе там мы там цинк с вами не использовали только эпоксидник нам в принципе там можно было и из баллончика пройти ну уже будем сразу нормально делать что такое баллончик баллончик это на безрыбье и рак рыба да а 2к это 2к это уже самый надежный вариант опять же вот сейчас обратите внимание там где у нас все хорошо и нету никаких нюансов да там нам можно смело завалил и все а вот у тебя где у тебя там были подъемы да там нужно очень аккуратненько то есть ты сейчас первый там напыляешь и пока все по кругу пройдет пройдут у нас уже испарится немножко и вторым слоем ты уже подбавишь там протираем салфеточкой не вот так как окна моем вот в одну сторону прошли убрали во вторую сторону прошли убрали салфетка это не только пыль убирает ну и статику снимает тоже хорошо все дай по кругу идите делайте эти места раз так вот вот эти не надо мочить я же говорю чуть-чуть давай вот видишь напыльный а ты прям уже уваливаешь это уже если у нас там останется грунт тогда увалим так пока только протиры нормально но не включай никогда пистолет на детали все вот это место которое протер под закидал чуть-чуть лучше два раза быстро пройти чем один медленно быстрее вот видишь прошел один раз быстро смотришь где-то не прокрасил можешь еще раз пройти с той же скоростью чтобы у тебя скорость везде была ну вот ты быстро прошел где-то не докрасилась точно в таком же темпе проходишь все крыло чтобы у тебя слой везде был одинаковый установил установил вот у нас есть слеза небес состав практически одинаковый с вот этим 40-20-40-10 40-20-40-10 это один и тот же лак только на разных заводах делается один в Германии другой в Италии отличие слезы небес от этого что этот сохнет процентов на 20 на 25 быстрее какой-то быстрый ремонт но это не быстрый лак то есть он то есть можно полный облив им делать то есть перепыла не будет чем хорошие лаки отличаются в гаражных условиях допустим вы машину покрасили ну каким-то лаком ушли у вас весь этот пыл сел на машину и утром вы чешетесь об машине с таким лаком у вас проблем не будет вы можете даже покрасить на улице вот минус 15 есть у меня видео люди минус 15 вы покрасили дверь открыли выветрили немного закрыли все и пыл уйдет и лак хорошо высинит и в потеку он не сорвется может быть что-то круче погнали и снова покрасил как покрасил лак у н.б. и разбавитель тоже у н.б. для базы ну лак отлично я бы сказал не боится ни этого ни опыла ни пыли при этом то что я еще даже двери открывал ну специально проветр вот вот так все гладенько кто там говорит что лак хреновый блин пошли они на хрен дебилы лак очень отлично мне понравился понравилось то что пыль не садится то что а пыл не садится то что берешь дверь открываешь даже если все вдаль посмотреть еще пыль летает дверь открываешь на всю на улице минус 15 лаку до лампочки не знаю кто там говорил что он мутнеет тускнеет ничего не тускнеет и не мутнеет все это лаку не делается даже если на свет посмотреть нормальный лак отличный лично мне понравилось лак никаких вообще нареканий нету все четко но это сразу видно что это не дешевый лак не из говна лаков так скажем что еще надо глянца есть все ровно ровно шагрений нету нету что тут еще отличный лак в общем мне понравился на других лаках фирмы не буду говорить вы допустим красите машину в гараже я сейчас за гараж говорю да покрасили на улице там минус пять вышли пописать дверь открыли все и у вас вся машина пошла в гирлянда ну кто сталкивался уже такую штуку знает здесь такого нет два к одному разводится лак можете что по весам два к одному что по стаканчику два к одному так же здесь вы не считаете уже вы не наколитесь потому что плотность что там что там единичка ну близкая к единице по крайней мере разбавителя не буду вам доливать можно сходить и там вообще в глянчик покрасить десять процентов разбавителя добавить но мы сейчас просто нанесение тренируемся на черном можем в глянчик покрасить чтобы это было все лак будем наносить и ватой многие там прям заморачиваются в этом базовый лаковый пистолет вот это базовый пистолет не под лак ну он заточен под базу но мы сейчас нанесем лак пойдемте все так же можете вот сейчас смотри будешь липкой салфеткой вытирать посмотри как она гладко идет по детали потому что база ложит вот попробуй база и чистая видишь база лежит без ежей когда вы сорок шестым р-двенадцатым либо каким-то некачественным разбавителем работы у вас она аж цепляется за деталь все так же смотри расстояние одно вот вы работаете чтобы вот так было и пошел вот такой напыльный слой быстрый от сало начинается а? от сало начинается да все вот это на пыльный слой первый блещет вообще а ты даже если тебе тут надо покрасить смысл атомизация похожая у него и чтобы ты его видел видишь чтоб он тебя уже увлажнял видишь видишь мокрый на все дальше иди вот отсюда чуть поближе чуть быстрее чуть быстрее тут видишь насушил вот так нельзя делать останавливать вот если надо вот прошел еще прошел вот так вот прошел понял? ну сейчас еще один слой будешь делать на стой стой так вот как видите без проблем ребята с первого раза в школе причем тут пять человек не имеют опыта вполне себе достойно покрасили серебро покрыли это лаком а это первая покраска в их жизни так что ребят у кого есть желание отучиться и сделать это грамотно и быстро пожалуйста приезжайте в школу есть еще свободные места на июль два места еще есть на июль так что торопитесь в августе школы не будет дедалежа в отпуске отдохнет и дальше уже будет только осенний призыв как говорится с сентября каждый месяц проходит обучение обучение занимает две недели проживание для иногородних ребят входит в стоимость ссылочка на школу есть в описании под видео можете посмотреть условия если вы действительно идете к своей цели то это будет я бы сказал огромнейшим трамплином опытом и крепким фундаментом для достижения своей цели а на сегодня все взрослым крепкого настроения бодрого добра бабла хлеба и мирного неба да помог всем плотchu пол все Субтитры сделал DimaTorzok